В этом занятии мы рассмотрим основные элементы курса. Ваша задача идеально понять смысл того, что может быть, что должно быть и как это делается. Начну с того, что вот здесь, в верхней строчке, видны уведомления о новых сообщениях. Их видят все, включая студентов. Это сообщения об оценках, персональные сообщения и так далее. Вот тут можно ввести переписку индивидуально с кем-то. В том числе и группой, если есть. Об этом будет отдельное тоже занятие. Это поиск курса, как вы уже знаете, по всему сайту. Вот эта кнопка с шестеренкой видна. Только администраторам сайта они могут менять дизайн. Это будет тоже отдельное занятие. Каждый пользователь виден здесь, вы говорите, имя и фамилию. И аватар у каждого пользователя. Пожалуйста, сделайте это. Потому что онлайн это достаточно абстрактная вещь. И добавление таких человеческих элементов, например, аватаров, добавляет желание и интерес к такому обучению. Личный кабинет мы уже рассматривали. А пользователи вкладочка полезна тем, что вы можете посмотреть все, что вы делали сами. И главное, вы можете отредактировать. Будьте любезны, научитесь это делать. Вы можете поменять свой пароль. Вы можете написать о себе кое-что здесь. Вот это желательно. Написать о себе здесь, чтобы это было видно вашим студентам. И добавьте, пожалуйста, обязательно свой аватарчик. Квадратного размера. Желательно, где вы не на фоне гор или какого-то большого пространства. А вы там как маленький муравей. Главное это лицо и глаза. Можно drag and drop сюда перебросить. И это вы должны уметь делать. Это мы говорим про... Все про курс. Его можно найти через меню «Мои курсы». И мы возвращаемся вот к этому демо курсу. Идеальный формат после согласований. И следующий элемент, он нестандартный для Moodle. Это прогресс, завершение элементов курса. При наведении на каждый из них видно. Синий цвет означает, что ни одно задание не выполнено. Зеленые будут помечаться... Точнее, выполненные будут отмечаться зеленым цветом. Красным цветом будут отмечаться просроченные задания. Ну, поскольку я не учусь в этом курсе, поэтому у меня все синее. Это видят студенты. Вот эту кнопку видят только преподаватели. Сейчас я покажу ее. Администраторы. Она показывает вот такой вот прогресс. Вы должны уметь им пользоваться. Это не оценки. Это просто метка о том, что задание выполнено выше проходного балла. О нем чуть попозже расскажу тоже. Вот такая большая сводка появляется. Здесь всего лишь три учебных показаписи. Тут можно анализировать общий прогресс. Он полезен. Закрою эту вкладку. Ниже, под строкой меню, напомню, что она фиксируется, вот так вот приклеивается в верхняя строка меню, вы увидите вот так называемые хлебные крошки. К сожалению, сделать полный путь. В принципе, здесь видно, что категория разная. Демо-курс. Здесь полный путь, кстати, работает. И этот курс относится к моим курсам. И он входит в категорию разная. Возможно, мы название разное потом переименуем в другое. А тут кнопки я уже рассказывал в первом занятии. Вы можете, как преподаватель, если вы преподаватель, вы можете редактировать. Но это чуть позже. Как редактировать, как добавлять, я расскажу. Сейчас мы рассматриваем общую структуру. Вот это необычная еще одна кнопочка. Управление обучением. Ее в стандартном Moodle тоже нет. Она хороша тем, что здесь видны и элементы курса. Все форумы, все ресурсы, все задания, а также диалоги. Сейчас мы их тоже обговорим. Здесь блок по банку вопросов. Все про курс, включая компетенции, которые не нужны, но они не убираются отсюда. И по студентам. Сколько участников, какие оценки, отчеты очень подробные. Пожалуйста, посмотрите эти отчеты. Можно в старых курсах, можно в этом пробном. Вы должны знать смысл каждого этого элемента, каждой ссылки. Но это больше относится к управлению. А мы сейчас говорим о структуре типового курса. Вот этот вот раздел общий. Он виден на всех страницах. Ниже идут названия тем. Причем, обратим внимание, что темы свернуты. Внутри каждой темы еще называют, есть такой термин, раздел. В документации по Moodle и так, и так пишется. Раньше поначалу называли секция, а теперь называют тема раздел. Это синонимы. Так вот, в каждой теме есть внутри какие-то элементы. И тут же показывается прогресс. Вот такой формат курса я рекомендую. Он компактный. Если мы вытянем, как часто это делают, вот это все в длинную полосу, и она тут же превращается в полосу или прокрутку смерти. Неудобно этим пользоваться. Вот такое компактное размещение я рекомендую. Старайтесь его использовать. Тем более, здесь 15 тем. Если их выложить в длинную полосу, этим очень сложно управлять. Еще раз. Вот этот общий блок показывается на всех страницах. Например, если мы откроем тему 1, то вот этот верхний блок, он все равно остается. Вот это, пожалуйста, имейте в виду. И внутри каждой темы есть контент и задание. Вот это два разных термина. Контент это то, что пассивно смотрят, за что не ставится оценка. А задания, вот эти ниже задания, это то, за что ставится оценка. Могут быть разные виды учебной активности, но вы используете, в данном примере я вижу, только задания в виде файлов и текстов, хотя есть и другие виды активности, за что ставится оценка. Если хотите, я подробно расскажу. Напишите вопрос в форуме, если вам это надо. По этому занятию вам также предстоит в форуме написать свое решение. Освоили вы, понятно ли, или нет. Итак, вот этот элемент, он называется страница. Он выглядит в виде такого листка. Запомнить этот термин страница. Здесь может размещаться текст и любой медиа-контент, в частности, ролик. Навигация очень важна. Это шаг назад, это шаг вперед, а вот это полный, все шаги, которые есть в курсе. Вот видите, сколько их у вас тут много. Запомните эту навигацию. Я обучаем, тоже про нее расскажу, и вы, пожалуйста, это знайте. Следующий момент, которого тоже нестандартно, Moodle, это вот этот вот гамбургер. Вот эта вот кнопка, она обычно свернута по умолчанию, и получается большое, пустое, открытое пространство, но если ее включить, мы увидим вот такую навигацию. Она показывает все курсы, все категории, вот так их можно по галочке развертывать, видите, и свертывать. И темы тоже, вот эта первая тема открыта, нажимать не по названию темы, а по вот этому треугольничку, и тогда появляется возможность увидеть, что там. Или, соответственно, вот здесь по треугольничку появляется такая навигация по всем темам курса. Далее, у администраторов есть блок настройки. На самом деле, он есть и у студентов, но у них есть только один вариант отписаться от курса в этом блоке. Запомните, кстати, вот это называется блок, у него есть логотипчик и название. Самый мощный блок у администраторов сайта, вот он, у них есть возможности очень большие, мы их сейчас не рассматриваем, а вот у преподавателей в этом блоке настройки есть управление курсом. О них мы сейчас тоже подробно говорить не будем, тут можно и зачислять пользователей, и журналы оценок настраивать, и бейджики, о чем мы отдельно поговорим. Пока что по структуре курса, что видит преподаватель. Видит и понимает, что он видит. Что он делает, мы рассмотрим отдельно. Итак, вернемся назад, еще раз можно вот сюда кликнуть. Вот это название темы кликабельное. Если я по нему кликну, то откроется название первой темы. обратим внимание на вот эти квадратики пунктирные. Один из них сплошной. Запомните, пунктирный означает, что Moodle ставит метку о выполнении в том случае, если будет выполнено условие выполнения. Вот, например, я вначале входил, у меня запись вебинара была синего, теперь появилась меточка. Как это получилось? Это получилось только потому, что я открыл эту ссылку. То есть, если студент тоже откроет, у него галочка в пунктирном квадратике поставится автоматически и соответственно в прогрессе все это будет отмечаться. Запомните вот этот момент. Он не всеми осознается, он расписан вот в этой маленькой подсказочке. отметка о выполнении, она очень важна для управления. Научитесь это для себя использовать. Я студентов тоже буду этому учить. Соответственно, необходимо знать вот эти меточки и обратите внимание на условный доступ. Я добавил сюда вот эту пиктограммку со знаком запрещено. Пока не будет выполнено условие, то доступа не будет. Как выстраивается условный доступ? Я расскажу позже, но смысл такой. Вот это домашнее задание доступно только для группы начальная группа. Вот здесь две группы начальная и продвинутая. название это рабочее. Я продумал. Причем если посмотреть глазами студентов, то студенты начальной группы не увидят домашнее задание для продвинутой. Вот так вот работает муду. Точнее если правильно его применять. Далее по навигации и по составу. Обратим внимание как я советую называть вот эти все ссылки. Давайте я открою по вот этим хлебным крошкам главную страницу курса. Вот она. Научитесь хлебные крошки использовать. Вот это главная страница курса. И если я сейчас как преподаватель нажму на кнопку редактирования обратим внимание на следующий момент. Вот здесь длинное название запись вебинара по теме 1. И так далее. Я же предлагаю делать более краткие. Давайте пониже. Вот вебинар 10. Понятно что это запись. открыто будет видна запись. Презентация 10 означает что это презентация по теме 10. Название темы здесь записано. старайтесь как можно короче давать название вашим ссылкам. Чем больше слов тем тяжелее в них вникать. Хотя объем информации абсолютно один и тот же. ДОП материалы ДЗ пробел 10. ДЗ пробел 10 со звездочкой. Вот такие вот краткие наименования. Так что еще по элементам курса важно отметить. очень важно научиться находить журнал оценок. Если нажать на управление обучения, то преподавателя видны эти оценки. И у куратора тоже. Вот он журнал оценок. Мы отдельно также рассмотрим как считается итог. почему тут проценты. Мы увидим, что при перемещении этой длинной ведомости длинной ведомости во-первых видите как удобно что названия короткие если бы они были бы еще и длинными то ваша ведомость была бы кошмарная. Мы видим как вот этот список обучаемых стоит на месте то есть вы можете просматривать удобно. Так это все по пользованию курсом. Оценки смотреть научились. Тут кстати еще можно фильтровать по группам оценки. Фильтры все работают. Показывается сколько тут студентов из всего. Но тут пока учебная только одна учетная запись студентов. Так по навигации снова хлебные крошки. Не забывайте чтобы вернуться на главную страницу лучше всего нажимать на хлебные крошки. Вот такой он показывает полный путь. Выключение завершить редактирование. При редактировании вы видите новые для себя элементы. Контент топ еще тут баннер топ этого то чего раньше не было в Moodle. Вот в этой теме есть возможность блоки блоки напомню блоки они сейчас вот они их можно перетягивать вот так drag and drop перетаскивать куда надо вот этого делать не надо поставить на место их можно разместить в любую точку в том числе и даже в шапку сайта блок прогресс я разместил его сюда вы можете размещать не только справа слева но и даже вверху вот эти блоки но это для сведения делать это не надо особо увлекаться вот блок прогресс мы уже обговорили хорошо смотрится в шапке все остальные блоки размещайте как традиционно они будут обычно справа или слева выключим режим редактирования посмотрим еще на блоки и на этом все блок проверь меня это дополнительный блок которого нет стандартной поставки он показывает преподавателю что не проверено например в этом курсе дз не выполнено у одного студента то есть студентка разместила работу но она не оценена и видно кто именно сюда кликать не надо иначе вы откроете ее учетную запись а кликайте именно по дз оценивание мы также рассмотрим отдельно переключиться к роли очень важный и нестандартный блок позволяет вам превратиться в студента чтобы увидеть что видит студент почаще это делаете вот то что видит студент например он не видит уже эту кнопку показать все результаты он видит свои успехи и вот то что видит студент содержание по центру и блоки здесь справа вот и все что касается навигации просмотрите напишите что вам непонятно если понятно ответьте форуме да мне все по структуре курса понятно спасибо за внимание до